«Ты мне очень нравишься и должна стать моей!» Заявил Олег молоденькой девушке, которая совсем недавно устроилась уборщицей в его компанию. «Я таких красивых, как ты еще не видел!» «И хочу, чтобы ты принадлежала мне!» Дарья вспыхнула от смущения, и Олег громко рассмеялся. «Ну-ка, ну-ка!» Он поднял ее подбородок и заглянул в глаза. «Ты что, еще никогда и ни с кем!» «Потрясающе! Как тебе это удалось? Сколько тебе лет?» «Восемнадцать!» Пролепетала Даша, стараясь отвести взгляд от лица Олега, слишком страшен он был в охватившей его страсти. «Чудесно! Это просто чудесно!» Хохотал он, прекрасно понимая, какое впечатление на нее производит. «Запомни, детка, ты будешь моей!» «И никуда тебе от этого не деться!» Легким движением Олег оттолкнул Дарью от себя, а потом вышел из офиса, оставив девушку одну. Она же, не в силах справиться с испугом, охватившим ее, опустилась на банкетку, стоявшую у стены и залилась слезами. Не сразу ей удалось унять дрожь в руках, в ногах, и девушка никак не могла заставить себя подняться, чтобы закончить уборку. Вдруг раздались чьи-то шаги, и в кабинет заглянул Володя, охранник, пришедший на смену. «Ну, ты что тут делаешь?» Спросил он Дарью. «Рабочий день уже окончен, иди домой». «Нет-нет», — ответила она. «Я сначала должна навести повсюду порядок. Вы же знаете, я всегда остаюсь в это время». «Тебе хоть платят за это?» Поинтересовался Володя. «Да, Олег Иванович к зарплате добавляет полторы тысячи». «Всего-то?» Удивился охранник. «Вот ведь жмот!» «Нет, ну разве так можно?» «Зачем ты соглашалась на такие условия?» «Ты же пашешь тут как проклятая!» Даша вздохнула. «Да, она была согласна на любую работу, потому что у нее просто не было другого выхода». После того, как родители погибли в аварии, и семилетняя Даша стала сиротой, воспитанием девочки занялась ее тетя Полине отца. Елена Петровна была строгой и очень требовательной женщиной. Своих детей у нее не было, несмотря на то, что она за всю свою жизнь успела три раза побывать замужем, и потому никаких особенных материнских чувств к маленькой племяннице не испытывала. Елена Петровна содержала девочку на те социальные выплаты, которые были ей положены. Покупала необходимую одежду, разумеется, недорогую кормила, иногда выводила девочку в парк или зоопарк. Но никогда не выполняла просьб и желаний самой Дарьи, потому что большую часть ее денег тратила на себя и свои нужды. Даше вообще казалось, что она живет в семье тети как нахлебница, а не полноценный член семьи. И тетя выделила ей комнату только для того, чтобы она постоянно сидела там и не путалась у нее под ногами. Квартиру, принадлежавшую родителям Дарьи, Елена Петровна сдавала в наем и получала за это неплохие деньги. Когда же Дарье исполнилось 18, стала требовать от нее, чтобы она продала родительскую квартиру и отдала деньги ей. «Тетя Лена», – отвечала Дарья, – «но я не хочу продавать ее. Я сама буду жить там». «Да неужели?» – воскликнула Елена Петровна. «А, прости, на какие шиши ты собираешься делать это? Все выплаты, которые были тебе положены, больше приходить не будут. Ты стала совершеннолетней. Школу закончила, нужно учиться дальше или работать». «Я хочу стать парикмахером и мастером маникюра», – робко сказала Даша. «Я узнавала, у нас неподалеку есть центр, где всему обучают». «Да?» «Может быть, ты узнала и цену, которую там требуют за обучение?» «Да», – узнала. «Дорого, конечно», – согласилась Дарья, но зато оттуда выходят хорошие специалисты, я читала отзывы студентов. «Да какие там студенты?» «Нормальные студенты учатся в колледжах и вузах, а ты – обыкновенная неудачница». «Тоже мне, нашлась студентка». «Не говорите так, тетя Лена, от обиды губы Даши задрожали, я тоже хотела поступить в институт, но вы же сами не позволили мне сделать это». «Конечно». «Или ты думала, что я буду тащить тебя на себе еще пять лет?» «Так, Дарья, уйдя с глаз моих». «Довела меня опять до белого коленя». «Зачем я только связалась с тобой, надо было тебя отдать в детский дом и жить спокойно». Достала уже со своими капризами. Дарья с детства боялась вспышек гнева тети и в самом деле поспешила уйти. Но уже через несколько дней снова завела разговор о том, что хочет переехать на свою квартиру. «Ничего у тебя не получится», усмехнулась Елена Петровна. «Я сдала ее на длительный срок семье с двумя детьми. Впрочем, если хочешь, можешь выгнать их на улицу, мне не жалко. Но имей в виду, деньги, которые я получила вперед, им уже не отдам. И вообще, на улице зима. Неужели ты хочешь, чтоб детвора мерзла, слоняясь в поисках нового жилья?» Даша чуть не заплакала. «Но что же делать мне?» Спросила она. «На работу иди», ответила ей тетя. «Будешь уборщицей в одной известной компании. Причем в головном офисе. Людмилу, подругу мою, помнишь? Она работает там бухгалтером. Ей скажи спасибо за то, что она помогла тебе туда устроиться. Работать будешь с утра и до вечера. И постарайся понравиться Олегу Ивановичу, это владелец компании. Он еще сравнительно молод, ему всего 45 лет. Кстати, не женат. К тому же, Люда рассказывала, что он очень даже любит женский пол. Таких вот девиц, как ты. Так что для тебя это прекрасный шанс на новую жизнь. Не будешь дурой, не упустишь его. В конце концов, каждая девка мечтает продать себя подороже. «Тетя Лена, что вы такое говорите?» Воскликнула Дарья. «Ой, а что тут такого?» «Ты смазливая, думаю, мужикам будешь нравиться». В конце концов, я уже третий раз замужем и знаю, о чем говорю. На этот раз Даша ушла в свою комнату сама, не дожидаясь окончания разговора. Она хорошо поняла намеки, которые делала ей тетя, и глубоко оскорбленная этим, упала на свой старенький диванчик и расплакалась, уткнувшись лицом в подушку. А когда, немного успокоившись, вытерла слезы, долго горевала над своей неудавшейся судьбой. Тетя сделала все, чтобы у Даши не было друзей. Она не разрешала ей приводить их домой и не пускала племянницу на улицу, говоря, что там она не научится ничему хорошему. Все свое свободное время Даша проводила за книгами или рисованием. Когда-то девочка мечтала стать художником, но тетя не позволила ей этого. И Даша всю свою жизнь провела как затворница, которой не разрешали даже мечтать о том, что однажды все будет по-другому. И вот теперь, когда Даша выросла, тетя привычными движениями подрезала ей крылья, совсем не думая о том, сколько боли ей при этом причиняет. А Даше ничего не оставалось, кроме как согласиться на ее требования и выйти на работу в компанию Олега Ивановича. «Ух ты, какая куколка!» Усмехнулась немолодая уже женщина, работавшая в отделе кадров, когда Людмила привела Дашу устраиваться на работу. «Где это ты ее нашла?» «Не твое дело, Татьяна», — огрызнулась Людмила, «это племянница моей лучшей подруги, и я пообещала, что она будет работать здесь». «Ты что, хочешь бросить этого Игненочка в пасть льву?» «Он же, если вцепится в нее своими когтищами, наклочки разорвет. Уверена, что такой лакомый кусочек наш Олег Иванович не пропустит. «Твоя подруга хорошо подумала, устраивая ее сюда?» «Или ты ей ничего не рассказывала?» «Вы о чем говорите?» — спросила Дарья, ничего не понимая. Людмила даже не взглянула на ее и громко прикрикнула на Татьяну. «А ты не очень-то язык распускай!» «Ишь ты!» — разговорилась. «Кто просит твоего мнения?» «Оформляй девчонку и все тут!» «Ладно, ладно», — проговорила Татьяна, опуская голову. «Дело ваше». Она быстро оформила нужные документы и пояснила Дарье, что будет входить в ее обязанности. Но когда Людмила ушла на свое рабочее место, Татьяна отозвала Дашу в сторонку и сказала ей. «Послушай, девочка!» «Ты, похоже, не понимаешь, куда попала?» О нашем директоре ходят самые страшные слухи. Он уже дважды вдовец, еще одна его жена попала в больницу с психическим расстройством, а девушку, с которой он встречался около полугода назад, так еще и не нашли. «Почему не нашли?» — спросила удивленная Дарья. «Я не знаю». Она пропала и все. Олесе было чуть больше 20 лет, когда она устроилась к нам в экономический отдел. И Олег сразу стал обихаживать ее. «Красивая девка была, вот как ты, такая же. Тонкая, звонкая. Хохотушка». Он засыпал ее подарками, обещал жениться, вот она, дурочка, и повелась. Стала всем говорить, что они с Олегом встречаются, и скоро она станет его женой. А однажды просто не вышла на работу. Родня заявила о том, что она пропала, но найти ее так и не смогли. Пропала, как будто и на свете не жила. «Вот и думай, что да как». «Но я-то тут при чем?» Приподняла плечи Дарья. «Так я же тебе говорю, он уже полгода как один. Все никак не найдет новую жертву, а ты как раз в его вкусе. Так что будь осторожна. Я тебя предупредила. И не ведись на его ласковое слово, все он врет. А глаза у него, знаешь, какие страшные. Только никому не говори о нашем разговоре. «Иначе меня уволят, а мне бы этого не хотелось». Олег, конечно, как мужчина, последний подлец, но как начальник вполне себе ничего и платит хорошо. Дарья была очень испугана словами Татьяны и со страхом ожидала того дня, когда предстанет перед своим директором. Но когда увидела его, у нее немного отлегло от души. Олег Иванович оказался вполне себе приятным и обходительным, он поинтересовался, когда она устроилась к ним в компанию и пообещал, что ей здесь обязательно понравится. Несколько недель прошли вполне спокойно, и Дарья уже думала о том, что все ее страхи были напрасными. Как вдруг однажды вечером, когда она уже заканчивала уборку опустевшего офиса, Олег Иванович вышел к ней из своего кабинета и бесцеремонно обнял, прижав к себе. «Давно за тобой наблюдаю, умница моя. Ты хорошо работаешь и заслуживаешь награды». «Спасибо, не надо», ответила смущенная Дарья и попыталась высвободиться из его рук. «Мне вполне хватает зарплаты». «Глупая». Рассмеялся мужчина и добавил. «Я таких красивых, как ты еще не видел». «И хочу, чтобы ты принадлежала мне». «А значит, обязательно этого добьюсь». Уже на следующий день Олег пригласил Дарью на ужин в дорогой ресторан, а когда она отказалась, снова захохотал. «Да ты дикая!» «Просто замечательно!» «С удовольствием займусь твоим приручением». «Это даже интересно». Дарья попросила его оставить ее в покое, но он в ответ только усмехнулся. А потом стал присылать ей домой цветы и дорогие подарки, украшения, модные вещи, билеты на выставки и концерты. Тетя Дарья визжала от восторга, когда видела все это и с удовольствием примеряла на себя все, что предназначалось ее племяннице. А букеты ставила в своей спальне, с восхищением вдыхая аромат экзотических цветов. Когда же Олег Иванович явился к ним домой и сделал Дарьи предложение, Елена Ивановна, не скрывая своего восторга, закричала «Да». «Конечно, да!» «Она на все согласна!» «И будет вашей женой, не сомневайтесь!» «А я и не сомневаюсь», усмехнулся Олег. Дарья ни к кому было обратиться за помощью, ее со всех сторон загнали в угол, а когда она, расплакавшись, стала уговаривать тетю не выдавать ее замуж, та отхлестала ее по щекам и заявила, что выгонит ее из дома, если она такая безмозглая дура и не хочет своего счастья. Олег Иванович, напротив, стал более мягким и нежным. И Дарья, не выдержав, сдалась, согласившись на брак с ним. Свадьба была великолепной, а Даша в белом подвенечном платье выглядела такой юной и трогательной, что гости не уставали петь ей дифирамбы. Сам же Олег с нетерпением дожидался окончания вечера, чтобы наконец-то остаться с Дарьей наедине. И вот, оставив гостей продолжать праздник, он вывел молодую жену на улицу и усадил в подъехавший автомобиль. Пора тебе, милая моя, доказать мне, за что я заплатил такую цену. Какую цену? Не поняла Дарья. Ну как же? Ты что, забыла про все подарки? И про миллион, который я заплатил твоей тетке, чтобы она помогла мне добиться тебя. Дарья задохнулась, услышав такие слова. В ее глазах показались слезы, и она всхлипнула. Но тут же почувствовала, как Олег сжал в кулак ее волосы вместе с Фатой и притянул к себе. Не вздумай быть сейчас! Жестко произнес он, медленно выговаривая каждое слово. Выть будешь, когда я тебе это разрешу, поняла. Поняла. Прошептала несчастная девушка, холодея от подступившего ужаса. Но она даже не представляла, что на самом деле ждет ее в том огромном доме, куда муж сейчас вес ее. Она не была там ни разу, но уже понимала, что ничего хорошего не будет. И это заставляло ее сердце сжиматься от страха. Когда машина остановилась, Олег подхватил жену на руки и, шатаясь, направился к дому, а еще через несколько минут внес ее в спальню, бросив на огромную кровать. «Жди!» — рявкнул он. «И не вздумай раздеваться. Я сам сорву с тебя все это». Но сначала сюрприз. Даша поднялась с постели и тут же почувствовала, как силы оставляют ее. Вместе с Олегом в спальню вошел огромный пес. «Ну что ты смотришь?» — сказал он жене. «Теперь раздевайся». В это время пес зарычал и громко залаял. Дарьи показалось, что он вот-вот набросился на нее. Она закричала не своим голосом и, оттолкнув мужа, бросилась к двери. Он хотел остановить ее, но не смог, слишком был пьян, к тому же запутался в ее пышной фате, которую сорвал, пытаясь поймать беглянку. Пес тоже рванулся за ней. Но Дарья неслась прочь, не разбирая дороги и остановилась только, когда поняла, что находится среди каких-то незнакомых ей пятиэтажек. Дрожа от усталости, холода и испуга, она забилась в угол какого-то подъезда и там, не справившись с сильнейшим головокружением, потеряла сознание. Когда она пришла в себя, ей показалось, что все произошедшее было дурным сном. Но едва села, чтобы осмотреться, поняла, что находится в чьей-то квартире и на ней по-прежнему свадебное платье, только грязное и помятое. Даша вскочила на ноги и тут же увидела перед собой молодого мужчину лет тридцати. «Кто вы?» воскликнула она. «И как я здесь оказалась?» «Меня зовут Михаил», спокойно ответил незнакомец. «Я шел домой, когда увидел, что кто-то выбросил красавицу-невесту и решил подобрать. Тем более, что меня родня давно пилит за то, что я так и не женился. Я все говорил, что хорошие невесты на дороге не валяются. А тут иду, смотрю, вы». Михаил весело рассмеялся, но Даша совсем не была расположена шутить и залилась горькими слезами. «Ну-ну, не надо. Перестаньте плакать», сказал Михаил успокаивающим голосом. Так обычно разговаривают с маленькими детьми. «Сейчас я принесу вам мой халат, вы примите душ, а я пока пожарю для нас яичницу. К сожалению, у меня, как у заправского холостяка, ничего другого просто нет. Мы поедим, попьем чай, а потом вы мне расскажете, что с вами произошло». «Ну, согласны?» Даша кивнула. «Вот и хорошо. Только сначала скажите мне, как вас зовут, моя прекрасная незнакомка». Даша робко улыбнулась и назвала свое имя. Прошел целый час, прежде чем Михаил снова попросил ее рассказать о том, что с ней произошло. «Я вижу, вы немного успокоились, и хочу знать, кто вас так обидел и почему вы в таком состоянии оказались у моего подъезда». Дарья тяжело вздохнула и начала свой печальный рассказ, а когда закончила, Михаил, не утерпев, скачал на ноги. «Он специально напугал тебя». «Его нужно наказать», заявить в полицию. «Ох, Миша, у меня нет никаких доказательств», снова вздохнула Дарья. «Никто меня не будет слушать». «И никто не поверит. Олег миллионер, а я всего лишь бедная уборщица. Как думаешь, на чьей стороне будет суд?» «Да», разочарованно проговорил Михаил. «И я всего лишь обыкновенный программист, ничем не могу помочь». «Можешь, Миша», ответила Дарья. «Позволь мне хоть ненадолго остаться у тебя. Мне некуда идти. Олег будет меня искать. И первым делом у тети. Не называй ее так. Она продала тебя. Разве родной человек может так поступить?» «Да», кивнула Дарья. «Ты прав. Слушай, я все-таки попробую избавить тебя от твоего мужа». «У меня есть знакомый, он работает в полиции. Я завтра же встречусь с ним. А ты, конечно, живи пока у меня. И никому не открывай дверь. Я ненадолго уйду. Надо же купить тебе кое-что из вещей и продуктов. Не могу же я тебя кормить одной яичницей». Даша улыбнулась. «Спасибо тебе за все, Миша». «Да пока ни за что», улыбнулся он в ответ. Прошло несколько дней. Даша подала заявление на развод, но на улицу выходить боялась. Не хотела там столкнуться с кем-нибудь из знакомых. А Миша и в самом деле разыскал своего друга и рассказал ему о том, что произошло с Дарьей. «На самом деле», сказал ему друг, «этот Олег Иванович давно у нас на карандаше». «Но он скользкий, как Налим, ухватить его не так-то просто. Но мы постараемся что-нибудь сделать, пусть твоя Даша не боится. В обиду ее не дадим». «Да да, спасибо», кивнул Михаил. «Она хорошая девушка и заслуживает счастья». «Ну, так вот и сделай ее счастливой». «Я постараюсь», ответил Михаил и улыбнулся. Прошло несколько месяцев. Все это время Даша жила у Миши и была ему невестой, и когда ее вызвали в суд, пошла туда вместе с ним. Олег увидел ее и побагровел от гнева. «Никто и никогда не поступал со мной так», заявил он. «Да я тебя по стенке размажу прямо здесь». «Но когда вперед выступил Михаил, отступил назад». «А немного ли ты на себя берешь, собаковод несчастный?» спросил его Миша. «Может, у тебя все-таки руки коротки?» Олег с ненавистью посмотрел на Дарью. Но она теперь не боялась его взгляда и гордо вскинула голову. Олег отвернулся и отошел в сторону, то сжимая, то разжимая кулаки. И Даша, увидев его бессилие, вдруг рассмеялась. А потом прижалась к Михаилу, не скрывая своего счастья. Очень скоро они стали мужем и женой. И вместе с подарками Миша протянул молодой жене ключи. «Что это?» спросила она. «Ключи от квартиры твоих родителей. Я побывал у той женщины, которая называла тебя своей тетей и все популярно объяснил. Кстати, квартиру она сдавала посуточно, а не на долгий срок. И еще сделала там ремонт за свой счет. Дарья обняла мужа и расцеловала его. Я так сильно тебя люблю, родной мой. И я тебя люблю, моя хорошая. Прошло полгода. Даша училась в школе искусств, и преподаватели хвалили ее за удивительный талант. Но самой ценной для нее была поддержка мужа. Однажды Михаил вернулся домой с работы и сразу же спросил у Дарьи, видела ли она новости. «Нет, не включала», — ответила она. «А что там?» Посадили Олега. Причем надолго. Кроме махинаций в финансах, ему предъявляют гибель двух человек, представляешь? «Да, я помню, мне говорили, что пропала какая-то девушка, которая собиралась за него замуж». Бедняжка вздохнул Михаил. К сожалению, она стала не единственной его жертвой. «И какое счастье, что тебе удалось избежать их участи. Ну, теперь у него есть очень много времени подумать обо всем. Ведь ему дали пожизненное». Дарья вздрогнула, и по ее лицу пробежала тень, но она тут же взяла себя в руки. «Давай забудем о нем, тем более, что у нас есть другой повод для разговора. Миша, родной мой, ты говорил, что очень хочешь малыша». «Дашка, любимая!» закричал Михаил, и, схватив жену на руки, закружил по комнате. «Неужели это правда?» «Да, да!» смеялась она, крепко прижимаясь к мужу. «Боже мой, Миша, как сильно я тебя люблю!»